Купил недвигу, имеешь право на нее, но одновременно не имеешь прав. Как такое возможно? В Испании, ребят, все возможно, сейчас расскажу. Покупка недвижимости – это всегда огромный риск. Всегда нужно более тщательно проверять документы. Сейчас расскажу вам одну историю, вы просто упадете. Друзья мои, я уже делал пост о том, что в Испании может получиться так, что вы можете купить недвижимость, вам ее оформят в собственность, но право владения этой недвижимостью останется у предыдущего владельца до конца его жизни. На что многие юристы, адвокаты и прочие ребята из других стран начали писать, да ты вообще с дубу рухнул, такого вообще не может быть, такое вообще невозможно. Ребят, в Испании возможно, местные юристы, адвокаты вам это все подтвердят. Но в Испании есть еще интереснее случай, еще интереснее право. К примеру, во многих странах, не только, кстати, в Испании, есть такое, что ты покупаешь там какой-нибудь земельный участок, ты на него как бы имеешь право, но также на этот земельный участок, точнее на его какую-то часть, имеют право другие лица. В каком плане они имеют право? Они имеют право проложить там какие-нибудь коммуникации, там, допустим, воду подвести по вашему участку. Это есть не только в Испании, но и во многих странах мира. Однако, в Испании есть такая интересная штука. Если вы заезжаете в какой-нибудь старый город, то там есть множество таких разных построек, где, вот, к примеру, идут там дома в 3-4 этажа, и раз посередине такой одноэтажный домик, оп, и дальше опять в 3-4 этажа дома. В Испании есть такая особенность. Вы можете купить вот этот маленький домик, но при этом право на строительство верхних этажей, до 5 этажей причем, остается у предыдущего владельца. Вот мне интересно, такое где-нибудь еще в других странах есть или такого нигде нету, кроме как в Испании.